добрый день зрители вот решил снять так сказать прибалтику европейскую латвию сейчас перед вами я могу перевести да то есть это должна была быть поликлиника стана вот 1 октября 22 года сегодня получается у нас 6 июля двадцать третьего года ну это не самое страшное воде поликлиники самое страшное то что эту поликлинику начали строить еще при советском союзе восемьдесят восьмом году 1988 году начали строить вот эту поликлинику то есть они больше тридцати лет они строят здание одно здание просто вот перенесемся сразу вот стояночка лидл немецкий видел пришел в латвию и вот лидл построили буквально за полгода кто-то скажет это же магазин магазин же быстро построить вот такое здание где должна быть поликлиника и сейчас еще там квартиры должны быть это тяжело нам дальше немцы тоже строят жилое здание пяти-пражное год стоит они его тоже примерно полгода весь вот так вот проходит кстати этот дом частный человек строит ну тоже больше десяти лет он никак его построить не может ну ладно это частник мы будем идти вот так вот и снимать так сказать ригу столицу латвийской республики что есть хорошего пешеходный переход это лидл тоже сделал что хорошие в ней что плохое думаете это старый дом нет это не старый дом этот дом 2000 года примерно в таком состоянии уже можно зайти сразу в ближайший двор посмотреть как сказать двор если что это район такой жилой генгаракс получается такие вот тропиночки чистые европейские тропинки такие вот и вот тут начинается человек идет а потом ну как хочет плитки кстати вот эти вот вот эти вот они еще советские асфальт новый а плитки советские вот эти вот стальной ящик это для велосипедов очень воруют особенно с улицы с подъездов тоже воруют ну на улице оставить вообще вас как нельзя вот зайдем сейчас следующий двор кстати тоже вот два таких гаража для велосипедов чтоб не украли опять таки идет советская плитка я не знаю сколько и лет ну как минимум она тут 70-х годов а вот советский еще полотенца сушитель такой люди раньше вешали белье сейчас и вешают но очень-очень мало где и очень очень редко вот это латвийский двор то есть ну пятиэтажки конечно же да уже не все советские люди вот обшивают кто чем может никаких лазилок не туда то есть оставшиеся советские качели от них осталось больше ничего тут нету плитка поднятых корнями деревьев деревья это были раньше маленькие сажали сейчас уже вот выросли подняли бордюрчик тоже видимо что какая-то тропинка была не тропинка дорожка ну быстрее все шею разворовали просто на дачи лично огороды на какие-то что же вот советская хоп и она заканчивается все быстрее все разворовали вот это вот можете видеть кстати вот это вот вы думаете это песочница была нет это был бассейн когда-то вот когда-то это был бассейн а теперь я не знаю что если вот еще остатки от советских скамеек то есть варвары поломали и все новых скамеек уже не будет а вот это вот кстати как раз таки была песочница вот она песочница пойдем тут пройдемся пойдем чуть-чуть по дворам там выйдем опять какую-нибудь скажем так дорогу которая проходит флаги висят сейчас две недели праздник танцев и песен проходит национальный праздник проходит на 4 года ну посмотреть скажем есть на что вот тут площадка выложена асфальт но асфальт кстати это новый пусть еще не советский вот тоже видите тут уже три таких велосипедов почему-то прервалась вот лежачий полицейский знак поставим василия с дома если не собрали подписи чтобы поставили лежачих этих полицейских машины не гоняли вот очередной двор немножко двору больше повезло сейчас пройдемся понимая почему-то все время убивает ну вот тут пройдем то есть тоже велосипедов сейчас пройдемся по двору поэтому двору больше повезло кстати на удивление хорошие дороги вот тут видите да уже теннисный стол такой уже старый конечно же скамейки новые вот такой теннис и снова понятно нашим на теннис на нем сильно же не проиграть скамейки новые песочница еще скамеечка такое вот скамейки в принципе больше ничего и нету там еще советская скамейка все как бы вот этому дворику повезло больше не намного так сказать свадьбе тоже кстати советский еще вот кто знает ригу да скажем так мы дошли до станции электрички я не варты вот тут тоже бруча . новенькая вот сама станция я думаю что там ничего интересного не будет кстати мост тут этот нет пройдем специально туда я вам сейчас покажу вот мост по нему ходить нельзя просто нельзя потому что как я пойду на красный потому что просто люди упадут при советском союзе построили мост и вот сейчас его закрыли пуши люди упадут вот там дырки видно на богатая страна вот такой вот мостик как бы самокаты стоят прокатный кофейный аппарат на станции а теперь смотрите самое интересное да вот раньше был мод а то есть люди ходили по мосту там было производство но она и сейчас принципе есть только сейчас она в два раза меньше гриндекс фармацептическая а теперь по мосту пройти нельзя вот а тут написано что идет видеонаблюдение получается заходить сюда нельзя только работникам пожалуйста как людям попасть вопрос на ту сторону ответ есть на этот вопрос сюда наверно не будет видно там вот семафор и получается ну скажем так километр отсюда есть еще один мост вот через него можно перейти и попасть на ту сторону то есть километр туда километр обратно такая вот станция с 2 километра человек должен пройти просто так как бы потому что кто-то не мог следить за мостом или кто-то не может его починить его починить уже наверно тяжело ну а следить времени не было надо было раздувать межнациональную рознь поэтому даже на зеленый пойдем за мостом следить было некому и некогда пойдем дальше по дороге не знаю почему то у меня выскакивает все время видео возможно что я что-то сделал ограничение какое-то по съемке в общем потом я смонтирую поэтому не обижайтесь ну вот такой вот ну вот дороге где ездить машину вот какому тут состоянии как бы скажем плачевным не совсем плачевным ну плачевным это магазин риме он норвежский это не латвийский магазин вот такая вот дорога но это европейский стандарт да то есть вы не удивляйтесь это специально чтобы машины скорость не набирали большую пуши си не будет ям а дорожные полицейские такие лежачие они стоят денег поэтому проще не заделывать яму есть еще не заделали яму то вот и надо же вот это я не видел такая вот машина видимо какой-то новый прикол я не знаю но она такая вот самое интересное она с тех осмотром то есть она на ходу чисто таковой тюнинг вот это ворота на стоянку и автосервис и автостоянка заплаточки на дороге светофоры это светофор уже нового образца специально вышел поздно как поздно полдевятого вечера народу не было так много еще один такой своеобразный лежащий полицейский чтоб машины не разгонялись вот очень разем посыпали тоже советские дома это хрущевки что получаются пройдем тут по пыточкам сейчас увидите вот хрущевочки вот они надымные плитку где-то видимо снимают сюда привозят не знаю делают такой двор кстати вот дом вот этот панелька он уже с мусоропроводом то есть это последний на то что построил советский союз в частности в киргараксе вот такой вот он уже с мусоропроводом пятиэтажка что у нас в основном все пятиэтажные дома есть девятиэтажные конечно 12 но в основном и вот это такой питье с мусоропроводом уже такой козырный булгом при советском союзе пятиэтажка с мусоропроводом правда он без лифта мне кажется ну вот дороги да то есть ну вот тут хорошие дороги это вот чтоб люк не ставить вот можно таких вот 3 ноу-хау такие вот типа европейские технологии что можно поставить 3 чурбанчика и все будет хорошо вот тут тоже люди посадят у лежачего плюцельского я неправильно не знаю у них дорога в принципе нормальная с евростандартом ну вот двор такой кстати этот двор уже нормальный у нас камейки еще тоже какие-то старенькие этот двор уже ну тоже да все еще советское просто наверное люди более бережно относились и сохранили все наверное помню советскую такую в карусели чку дворовую ну лазилки само собой да такие вот советские они уже все погнутые прогнутые скамейки кстати домики новые вот это я так понимаю тоже полотенцесушитель только без крыши вот вот такое вот не знаю что тут было что-то когда-то наверное было мопед даже рига 13 стоит это рига 11 рига 11 это с педалями еще вот ну и опять европейская дорога пошла как говорится со стандартами со своими ну кто-то плитку кинул в асфальт так сказать вот такая вот хрущевочка садика по керпи о в в в в в в в в По крайней мере, раньше он был детским садиком. По крайней мере, раньше он был детским садиком. По крайней мере, это, наверное, все-таки было какое-то поле для баскетбола или волейбола. Не знаю для чего. Вот в таком состоянии оно. Ну и как бы... А не, вот турникет остался. Да, да. Пожалуйста, турникетик остался. Ну и, видимо, вот труба, да, то есть действительно это было... А, это был такой турникет для подтягивания. Ну, там мусорники, там не пойдем. За то, что трясется, извините, конечно, снимаю, потому что вообще на планшет. Качество, не знаю, как будет. Вот. В принципе, снимаю full HD. Вот дорога такая. Вот они, дороги. Вот такая вот дорога. Служим это, как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. То есть какая там ямка, неизвестно, какой глубины. Ну, вот еще качество европейских дорог, оно вот на лицо сразу видно. Вот они. Вот такие троллейбусы сейчас ездят. С троллейбусами. Троллейбусный парк обновили. Перейду я быстро на красный. А нет, зеленый мне повезло. Вот перед вами магазин очередной бета. Ну, вот это, кстати, уже мне кажется, латвийский магазин. Ну, тротуарчики такие. Тротуар еще советский асфальт лежит. Такие дороги, видите. Такие дороги, видите. Стоянка, вот написано, стоит 40 евро в месяц. То есть абонемент. 40 евро платишь. И месяц может машина стоять. В принципе, это не дорого. Да, то есть это... Чуть больше евро в день. Вот такие вот дороги. Ну и все те же самые хрущевочки. Вот такая вот дорога. Там двор. Ну, лучше сюда, я думаю, не ходить, потому что видно, да, в каком состоянии дорога там. Все понятно. Качество дорог как бы, ну, налицо. Так что все, кто хочет в Европу, пожалуйста, начинаем посещение, я думаю, своей карьеры с Латвии. Ну, лучше не надо начинать с других стран, таких как Германия или Франция. Я приглашаю всех в Латвию начать свой карьерный рост, так сказать, в европейской стране. Сегодня пройдемся вот по Кингараксу. Другой день мы пройдемся по другим микрорайонам. По центру пройдемся, конечно же. Ну, вот, вот такой полудурок, вот он взял и остановился, ему похуй. Прям на перекрестке. Разве чушу за мой французский. Ну, вот, стадион, ну, это стадион при школе, то есть это школьный стадион. Я так понимаю, его школа все-таки финансировала, не знаю. Ну, сюда может любой зайти. Вот, написано, Рижская 25-я школа, спортивный комплекс и внутренний, как бы, воспорядок, что надо делать. Вот, с чем нельзя, да с какими работами есть. Все вот тут вот написано. Ну, школа советская просто немножко, так сказать, покрашена. А стадион был, конечно, другой совсем. То есть, стадион реально новый. Все, это за прикол я даже вам не скажу. Ну, какие-то тоже оказываются временные нанотехнологии. То есть, молодцы, хоть чем-то. Какие-то ноу-хау, то есть. Труба выходит из земли и уходит в землю. Я так понимаю, чтобы не копать, наверное, в земле, Типа денег нету в земле прокопать, они над землей провели. Ну, видимо, так получается. Не знаю, как иначе-то еще объяснить. Ну, вот этот дом, получается, он старый. Это было когда-то общежитие. Этот дом обделали, так сказать. И теперь он для малоимущих. Пойдем сейчас тут пройдем. Вот такая дорога. Пройдем через этот двор. И выйдем на улицу Москву. Мы были сейчас уже на разных улицах. Наверное, я сделал глупость, потому что я не называл улицы. Чтобы их можно было привязать к локации, чтобы вы могли посмотреть, где я был. Я могу сейчас перечислить улицы, на которых я был. Я был на Прушу, на Саласпилс, на Рушину. Вот. А, это углица Агуа у нас. Вот такой тротуарчик. Ну и дорога, да. Как всегда, да, то есть. Вот люк такой своеобразный, да. То есть деревянный. Ну, железа нету в стране. Дерево есть. Поэтому использую дерево. Вот очередной двор. Да, то есть песочница там. Там люди не будут подходить. И две скамейки. Вот что имеет этот дворик на сегодняшний день. Такое вот удовольствие, так сказать. Ну и, кстати, советская лазилка тоже осталась одна. Одинешенька стоит. Вот она. Вот это вот Литвовский проект. То есть советские дома. Это все. Ну, тут три скамеечки. Ну, вот а это школа вот. Та же самая школа, только с другой стороны. Главный ход включается там. Не буду туда походить. Ну, и опять дороги. Опять замечательные европейские дороги. Вот улица Малтас. Получаясь уже. Ну, вот тут нормально. Тут брусчаточки выложены. Это циркушка получается. Матолическая какая-то. Кстати, тут тоже есть лазилка советская. А вот качели уже, наверное, нет. Ну, вот такие вот. Так вот, так да. Пойдем тут. Ну, здесь снимать людей не будем. Вот. Бордюрщики советские, которым настал кирдык, так сказать. Ну, а новые никто не ставит. Потому что никому это не надо. Еще дорога замечательная. Если кто-то думает, что я, ну, хожу по каким-то за каулкам, которые далеко находятся, то нет. Это Кенгаракс. Сейчас мы находимся конкретно на адресе 12-этажный дом, да. Адрес у нас получается Московск 315. Вот. Улица Московская 315. Кстати, наши политики, так сказать, недалекие, решили переименовать улицу Московск, ну, Московскую. На улицу Латгалас. То есть, на улице Латгальская. Ну, мог быть, состояние улиц тогда изменится, если улицу переименуют. Причем, я, конечно, очень сильно сомневаюсь, потому что вот мы были там такая улица салоспелс. В принципе, она была в нормальном состоянии. Ну, оно никак давно стало в таком состоянии. Магазин Мега. Не знаю, честно говоря, какой стране он там лежит. Ну, какой-то. Лимонгум это фитнес-центр. Счетцыно когда-то был ресторан, теперь вот мебелью торгуют. взял из дыма с это казино получается. Ну, игральные аппараты и бильярд там есть. На велике можешь покататься. Вот. Как-то так. дойдем тут. детская комната типа ну, это не полиция именно. Это витеринарная клиника. маленький магазинщик фрукты и овощи. Нет. Они игрались. Вот. Ну, такие вот. Ну, вот такой пруд получается. пройдем. Сейчас покажу скажем так одну хорошую вещь. действительно, что сделали. Вот эта школа. Тоже советская, просто обделанная. Так сказать, отштукатурили, покрасили. поставили забор, потому что раньше заборов не было при Советском Союзе. Сейчас школы обносят забором, потому что, как сказать, это Европа и в Европе есть педофилы. Вот. Поэтому школу надо обносить забором и там всегда в дневное время есть охранник, вечерний, я думаю, тоже. И кроме охранника, в принципе, возле школы всегда есть один полицейский. Полиция, самоуправление. То есть не госполиция, а полиция самоуправления. Тяжело, так сказать, чем они отличаются от госполиции, потому что в госполиции тоже есть полиция порядка. Ну вот в школе сделан такой вот лазилки. Люди имеют доступ. То есть доступ есть. Теннисные такие столики. вот начинал этот кеминарадский пременад в 50-м году делал мэр Нил Ушаков. Ну как говорится, деньги портят человека, поэтому на сегодняшний день Нил Ушаков должен быть арестован и предан в суду в РФ за поддержку насыскового режима в Украине. Ну когда-то был нормальным человеком. Есть очень много видео даже, где он выступал возле памятника Победы. Ну на данный момент человек вот такой стал, так сказать, сидит сейчас в Европарламенте и поменял свое зрение. Здесь он человек в Европарламенте от Латвии, который мог спасти наш памятник Победы в Латвии, потому что его бы не могли арестовать, но он это не сделал. И вот променад. Кстати, покажу, как умирает население Латвии не в прямом, а в переносном смысле. Ну как, в принципе, в прямом. Просто сейчас поймете, почему я так сказал. вот литовский проект дома советский. Рядом не с ним стоянка. А вот за стоянкой у нас это бывший садик. То есть, когда-то там бегали дети, призвились, играли, мамы, папы приводили в садик, там были детки. А теперь садик закрыт, потому что детей нету. Детей стало меньше, и садик закрыли. Это не единственный садик, который закрыли. Садиков много, которых закрыли, но это один из них, так сказать. Ну тут, кстати, я смотрю, дорога довольно-таки нормальная. Вот теперь в садике стоят контейнера, какие-то машины, потому что население Латвии вымирает. И если зайти и посмотреть, то смертность в Латвии больше рождаемости. Вот еще одна стоянка. А еще люди уезжают с Латвии на заработки в Германию, Финляндию, Норвегию. Раньше уезжали в Англию и Ирландию, но теперь это не Евросоюз. И по моим подсчетам через 30-50 лет в Латвии не останется ни одного человека. Ну вот. Ну вот этот садик нормально, то есть его сделали. Ну, наверное, хватит разрухи вам смотреть, так сказать, европейские. можно полюбоваться пейзажем речки. Буду идти так, потому что солнце светит и будет расслаблять тогда экран. Вот такая речка. Речка называется Далгова. Истоки она берет с России. Вот променад это длинный. Я даже не знаю сколько километров надо смотреть. Ну, очень длинный. В районе где-то двадцати наверное километров сделал. Прешаков не марь бывший. Ну, и можете сюда посмотреть, да, то есть речка и трава. Я так понимаю, тут она возможно, что и покошена, а может быть просто и примята. дальше по крайней мере она точно не покошена. В других местах они косят траву. она просто выжжена. Разделена примерно на две части, то есть широкая для пешеходов, та узенькая для велосипедов. Тоже непонятно почему. Я бы наверное сделал все-таки для пешеходов чуть поменьше места, чем для велосипедов. Потому что велосипедом надо еще разъехаться. Народа тут не так уж много и гуляет. скажем так. сейчас еще покажу хорошую вещь, которая сделана на поменаде. это шахматные столики. Ну, без шахмат, конечно, но сами столики есть. А вот это бомб сидит с коляской. Вот они шахматные столики. Два. Один и там второй. И вот бомб сидит с коляской. Вот обозначение для велосипеда. Так велосипеды даже какие-то неровные. свечки. И вот свечки. вот этому двору повезло. Он быстрее на европейские деньги построен. Пойдем посмотрим. Быстрее все что да. написано на какие деньги он построен. написано только что Рыжская Дума его следить за ним. бы все конечно на еврофонду построено. Считайте во скольких дворах мы были да. люди получается счастливчики что у них вот такой двор. Им повезло. они избранные можно так сказать. Пройдем тут по двору дорога нормальная. все 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 те же советские дома садик да тоже советский но обделанный покрашен как-то вот так пошла опять хорошая дорога выйдем опять на променад ну даже кофей на просто поставили на променаде кстати нормально датчик у них там двор сказать единственная дорога где километров два сможешь пройти по ровной дороге остальные все разбитые променад так сказать сейчас кстати тут тоже будет двор мне тоже повезло он будет с лазилками вот речка напоминает скамеечки и вот то что я говорил лазилки да то есть это уже современные лазилки такие всякие остановлюсь чтобы не тряслось вы потом в комментариях напишите как мог быть лучше снимать или что вас больше интересует могут помедленнее мне идти надо чтоб не так дергалось изображение кстати вот тоже школа была сейчас это не школа какое-то там государственное учреждение тоже ну уже не школа и вот на променаде еще две три и четыре там даже скамеечки вот это которая была школа теперь не школа вот он променад рядом дорога так сказать супер европейского класса образца который только можно придумать где-либо потому что лучше дорогу не сделать и кто хочет обучиться делать дороги правильно пожалуйста приезжайте я думаю что лапе вас научит делать правильные дороги для что-то типа прототип американских гонок не знаю на квадриках можно покататься наверно будет интересно людям здесь вот на велосипедах прыгать ну правильно отлечет дорогу нужно чтоб на велосипеде попрыгать мужа как бы так вот 12 этажные дома дату и состоят и вот такая дорога с другой стороны дорога есть тоже она конечно получше но не тоже не в идеальном качестве поэтому кто хочет научиться строить дороги правильно пожалуйста приезжайте у нас в латвии есть хорошие специалисты они умеют качественные дороги делать очень хорошие кстати очень жителям нравится многим вот такая вот с другой стороны на то есть вы думаете она не тупиковая нет она проездная там дома 12 этажные жилую на проездная эта дорога на не тупиковая никакая улица каннера вот улица каннера и вот европейцы лазируют ищут еду так сказать вот еще один садик но этому садику меньше повезло его покрасить не смогли что-то у меня с фокусом вот ему садику меньше повезло да видите да то есть была когда-то школа спорт зал как все помнят да зубной был ну тут классы там тоже класса площадка такая-то власть понимаю предшкольная у них стадиона не было ну там лазилки еще советские тоже ставить я с вами сделал очень большой круг на самом деле видео будет смонтирована ну это все было пройдено за один раз я вам сразу говорю просто не знаю почему я почему-то убивает видео при съемке непонятно почему его убивает его выбивает поэтому придется смонтировать следующий раз буду снимать на телефон 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 потому что телефон такого вроде бы не делал когда я снимал на него не знаю почему планшет так делай дорога романтики нормальная советские дома тоже частные дома идут ты улица камеру наша прогулка на сегодня уже подходит концу так что как-то так вы оставляйте комментарии хотите вы что-то еще увидеть в этом микрорайоне других микрорайонах риги тоже там ямка такая свои пожелания к съемкам всю критику принимаю конечно же всю полностью критику но адекватную скажем там они как любят комментирую там 404 страны или какие-то на валя то да то есть на валятки тут сейчас обращение хочу сделать к вам ну вы можете написать свои комментарии конкретно улицу какую вам показать какой микро массив показать ну в латвии в риге я вам с удовольствием покажу и заодно покажу сразу что с ним рядом чтоб вы были довольны так сказать поэтому на валятки от вас я больше всего жду комментарии вы любите европу я знаю кто-то даже у нее хочет в эту европу из на валят поэтому я считаю что вы должны увидеть всю европу как сказать уж я знаю какие вы будете оставлять комментарии что я выбрал специально самые плохие дворы самый плохой микрорайон в латвии в риге в частности да есть хуже я его сейчас не буду называть вот ну есть они есть лучше я обещаю что я пройдусь по всем микрорайонам поэтому пожалуйста пишите пожелания все а тот кто будет там писать на у нас тебе так не нравится европа что что в ней сидишь много этих могу сразу сказать заранее потому что у меня очень много родственников и все они живут в латвии большая часть так скажем есть парочку родственников живет в днр есть парочку живет мы тише это подмосковья вот а все стране и родственники а еще в италии там только одна сестра двоюродная а еще сестра швейцарии одна сводная а вся странная родня меня в латвии так что как-то так поэтому чтобы шок быстро стали одной вместе я живу в латвии ну и дальше можете там оставлять свои комментарии и обязательно прочту их и потом вам отвечу в следующем видео на ваши все каверзные вопросы ну и как я говорил наша прогулка подходит к завершению да мы завершаем свой путь там где начали да то есть вот она поликлиника которая стоит строится 30 лет и там магазин видал ну а тут магазин время норвежский немецкий магазин а это норвежский магазин не кстати не знаю честно вещей страны как-то так так вот в общем всем приятного просмотра и спасибо за просмотр жду комментарии